Около 42,5 тысяч волгодонцев привьют от гриппа за бюджетные средства. В первую очередь в их число попадают люди из так называемой категории риска. Сами врачи, представители социальной сферы, работники транспорта, пенсионеры, дети и другие. Пока привито менее 2% населения. До конца этого месяца в медицинские учреждения города поступят все вакцины. Когда медики ожидают вспышку заболевания в этом году и как Волгодонск готовится к прививочной кампании, расскажем в нашем материале. Обманчивая погода с резкими перепадами температур, характерная для осени, часто чревата простудными заболеваниями. Это добавляет проблем для неосторожных горожан и работы врачам. На смену летним кишечным инфекциям приходят респираторные. Уже сейчас в поликлиниках города начата вакцинация против гриппа. Хотя пик заболевания в последние годы приходится на декабрь-январь, до этого времени необходимо создать эпидемиологический порог. Чтобы обезопасить население от массового распространения гриппа, нужно привить не менее 25% волгодонцев. Сейчас наша задача провести иммунизацию, плановую иммунизацию против гриппа, которую мы уже в принципе проводим. Пока она проводится за счет средств предприятий. Сейчас уже нужно прививаться, чтобы в ноябре, если вдруг волна инфекции нас захлестнет, чтобы мы были готовы к встрече. Для того, чтобы создать надежную прословку. Врачи советуют прививаться за месяц до ориентировочного пика заболеваемости. Вакцинацию все желающие могут пройти в любой момент. Прививочные кабинеты в поликлинических учреждениях города работают с 8 утра до 7 вечера. Причем талоны на прием получать не требуются. Сама вакцина обойдется в сумму от 170 до 250 рублей. Ее можно купить в большинстве аптек. Предприятия города проводят вакцинацию работников также за свой счет. Врачи предупреждают, что штамм гриппа, который приходит в Россию в последние годы, с виной, вызывают большие осложнения, нежели какие-либо другие. А порой приводят к развитию пневмонии и летальному исходу. Так что простая прививка может спасти жизнь. Виталий Никулин, Антон Набиев, Новости ВТВ.